Христианская молитва Это, в принципе, путь к неверию, путь к разочарованию, когда? Всегда. Поэтому язычники, если они ставили какого-то истукана и просили помощи, а языческая молитва, она на этом и построена, что молящийся представляет своему Богу список своих желаний, что я хочу. И если, например, этот идол, этот бог, этот божок не выполнил список желаний, то его меняли. Вместо одного идола ставили другого идола, и снова повторялось точно так же. И когда мы приходим в церковь, это не значит, что мы себе теперь нашли как бы нового бога, который мощнее всех тех предыдущих, которым мы молились. Нет, христианская вера – это в корне иное основание. И основано на том, что даже во время наших молитв мы прежде всего приходим к тому, кого любим, и мы читаем в Слове Божьем, что во время поста мы приходим не разжалобить Бога. В таком состоянии, Бог, ты видишь, я не ем уже так много времени, поэтому, пожалуйста, помоги мне в этом, в этом, в этом, в этом и в этом. Я молился, ты мне не помог, поэтому я усилю молитву постом, чтобы разжалобить тебя и чтобы ты мне помог. И мы говорили, что молитва и пост – это не танцы с бубном, когда мы приходим и пытаемся какими-то нашими повторяющимися просьбами, которые мы на разные лады распеваем, просим о стране, о личной жизни, о финансах, о здоровье, о нашем городе, о мире во всем мире, о просветании, как бы разжалобить нашего Господа. Нет, состояние поста – это некое духовное обостренное восприятие. Когда ты приходишь к Богу, и вместо того, чтобы дать Ему список своих пожеланий, получаешь от Него список Его пожеланий. И Бог тебе говорит – вот пост, который я избрал. И дальше то, что Он желает, чтобы ты исполнил в своей жизни. И всегда жизнь наша меняется в этом случае. Сегодня я хочу еще коснуться одной, казалось бы, тоже такой фундаментальной христианской темы, темы покаяния. Но я точно так же хотел бы вам показать, чем отличается христианское покаяние от покаяний разных языческих, разных языческих каких-то представлений и стереотипов. И давайте вместе с вами откроем Евангелие от Матфея, третью главу. И посмотрим несколько стихов, которые раскрывают служение Притечи, тот, который пришел до Иисуса Христа. Как его звали? Иоанн Креститель. И вот смотрите, Евангелие от Матфея, третья глава, пятый стих. «Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Знаете, я попрошу, поставьте мне сюда доску, пожалуйста. Я, наверное, сегодня тоже буду ее использовать для более наглядности того, о чем мы будем с вами говорить. Вот смотрите, люди приходят каяться, люди приходят креститься, слышат в ответ, пришли вот на курсы для крещения, да, а слышат им в ответ, «Порождение ехиднины». Ну это, в принципе, вот, если говорить современным языком, «Порождение гадюки». Это ядовитая змея. «Порождение гадюки». Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Дальше, смотрите. «Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Уже и секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И вот вы знаете, так или иначе, когда мы слышим слово «покаяние», мы тут же ассоциируем это со словами «Пожалуйста, прости, помилуй, прости, прости, прости». Вот если, предположим, вот человек на тебя обиделся, да, вот супруга, она на тебя обиделась, и ты приходишь, и ты говоришь ей «Прости, прости, прости, пожалуйста». Что ты имеешь в виду? Вот прости, что ты имеешь в виду? Ну, громче говорите. Вы что-то имеете? Кто-нибудь из вас когда-нибудь просил дома «прости»? У мужа, у жены, у папы, у мамы «прости». Что вы имеете в виду, когда говорят «прости»? Чтоб не злилось, правильно, чтоб не злилось. То есть прости, перестань злиться, дорогая, ты христианка, а это грех. Не хочешь грешить – прости. Что еще? Забудь, вот, правильно, тоже, да. Кто в старое помянет глаз, вон, ну, что я там натворил. Новый день, новая милость, забыли. Живем по-новому, все. Не злимся друг на друга, не обижаемся. Тоже мы, прости, то есть хватит обижаться. Да? Что мы еще имеем в виду? Да, да, да. Я был неправ, теперь я больше так и делать не буду. Будем жить в мире, да? Будем жить в мире. То есть вы, пожалуйста, прости, пожалуйста, прости, не обижайся, не злись, забыли, да? И вот, смотрите, у нас вот такие стереотипы. Мы приходим в церкви, слышим здесь о покаянии, Господи, прости, Господи, помилуй меня. И у нас тут же наши старые жизненные стереотипы. Господь, хватит злиться, забудь. То, что я все делал, вот до того, как был в церкви, все, забыли, Господи. Новая жизнь теперь у меня. Хватит на меня обижаться. Я как-никак уже христианин покаялся, да? Давай будем в мире жить. То есть как бы мы своим прости, опять-таки, вот как вот молитва, попытка повлиять на Бога. Пост, попытка повлиять на Бога. Что Бог такой вот, ну как-то злой немножко. Потому что у нас такие стереотипы, что обычно сильные миры сего довольно хладнокровные люди. Мало в них душевности, правда же? А Бог, Он выше всего, Он царь царей. Он сидит там, из одежды наполняют храм. Господи, пожалуйста, помоги мне, да? Мы пытаемся на Него повлиять. Не зайди к моей нужде. Я, конечно, маленький человек, мои маленькие проблемы, но без Тебя не смогу никак, Господи. То есть мы опять пытаемся Его разжалобить, да? А мы говорим, что молитва, это не ипост, это не изменение Бога, это некое личное преобразование. То есть он также, смотрите, покаяние, попытки опять-таки повлиять на Бога. Как будто он такой злой, говорит, да не прощу я тебя. Что ты там натворил? Да нет, ну пожалуйста. Точно нет? Да я тебя умоляю. Ну ладно, последний раз. Вот как будто Бог вот тут злится на нас, обижается, недоволен очень, да? И мы говорим, Боже, ну ладно, ну последний раз, ну давай. Ну ты знаешь меня, Господь, я уже сказал, я вот жизнь за тебя положу. И Бог говорит, ладно, хорошо. Опять-таки. Ну посмотрите, очень интересно, да? Что греческое слово «прости», и мы об этом довольно часто говорим, это слово как мета-ноя. Я специально его напишу на доске. Мета – это слово сложное, в греческом языке состоит из двух. Мета-ноя. Мета-ноя. Ноя – это ум, мысли наши. Мета-слово означает как бы после, через. То есть это как бы изменение мыслей, преобразование мыслей. То есть говоря простым языком, мета-ноя – это изменение мышления, изменение мышления человека. Не Бога. Человека. Изменение мышления человека. Это как бы переход к какому-то новому состоянию, новому мышлению. Причем, вы знаете, это не просто изменение мышления. Вот ты утром встал, вот так думаешь, а что сегодня мне на завтрак? Думаю, о, сварю-ка я кашу, каша – это полезно. А потом думаешь, о, сегодня же в церкви собрание, я могу не успеть. Вот, приду, опоздаю, стыдно. Будьте, славя Господа, я захожу. Но ведь стыдно тем, кто опаздывает. Аминь. И все, кто опаздывает, скажут. Бестыжие. И поэтому я думаю, я приду вовремя, я приду вовремя. И поэтому сделаю омлет. По-быстрому. Сделаю омлет. Так вот, метано – это не то, что ты там хотел кашу сварить утром, а сделал себе омлет. Это некое качественное изменение мышления. Это вот как вот ступеньки, да? Это не просто ты думал так, там, хотел купить белого хлеба, а купил там ржаного, да? Это качественное изменение мышления. То есть вот ел мясо, например, стал вегетарианцем, качественно поменялся, да? То есть вот некое качественное изменение мышления. И очень ярко оно выражено в одном примере. Давайте откроем Евангелие от Марка, 10 главу. Здесь одна знаменитая история, на которую я вам предлагаю сегодня как бы по-новому посмотреть. Как же в этой истории мы можем увидеть настоящую трансформацию ума? 10 глава, Евангелие от Марка, 17 стих. И вот когда Иисус выходил в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его. Учитель, благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог один. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай. Почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, 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 все это сохранил я от юности моей. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за Мною, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно им, надеющимся на богатство, войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто же может спастись? И Иисус, воззрев на них, говорит, человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И вот вы знаете, в принципе, чтобы прийти в церковь, мы не приходим в церковь, чтобы узнать, например, что убивать плохо или воровать плохо или пренебрегать родителями плохо. Кто из вас не знал совершенно этого до того, как появился в новой жизни? Скажи, пастор, пришел, и тут вдруг я понял, как ужасно убивать. Пастор, я пришел и понял, что воровство-то, оказывается, это плохие поступки. Нет. И вот вы знаете, часто у нас есть определенные понимания, причем они у нас есть и до того, как мы оказываемся в церкви. Мы понимаем, да, делать ближнему зло нехорошо, там, убивать плохо, воровать плохо, лжесвидетельствовать плохо. И для того, чтобы стараться жить по-новому, нам же ведь не нужно прийти в церковь. Мы можем, и живя в мире, вот как-то стараться, ну, как-то стараться правду говорить, стараться не воровать, по крайней мере, много. Вот, как-то вот жить правильно. Есть у вас знакомые люди, там, может быть, родственники, может, друзья или сослуживцы, которые не христиане, но при этом они стараются правильно жить. Есть у вас знакомые такие, да? А кто-нибудь, у вас вот есть какая-нибудь семья, например, они уже много-много живут в браке, у них такая хорошая семья, и эта семья часто даже, ну, лучше многих семей христианских, которые ты знаешь. Есть вот такие знакомые, да? Вот хорошие вот есть вот такие люди, они стараются хранить верность друг к другу, как-то не обижать друг друга, да? Получается, зачем таким людям вообще церковь нужна? Мы часто думаем, что церковь нам нужна для того, чтобы поменять наши, как бы, этические какие-то взгляды, вот этические взгляды. Вот этот богатый юноша, он же так и пришел к Иисусу. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Знаешь заповеди? Знаю, там, не прелюбодействуй, не кради, да? И мы думаем, что вот жизнь с Богом – это некие какие-то моральные изменения. А что интересно, Иисус с Него здесь не спрашивает про моральные изменения, не спрашивает, как мы часто думаем, а Он говорит Ему о чем-то другом, кардинально другом, что даже сейчас многих людей, которые впервые читают Евангелие, как-то приводит в ступор. Нам нужно пояснение, это что значит? Вот что значит то, что здесь Иисус говорит? Продай все, что имеешь, раздай. То есть это что значит? Все, над чем я работал, все, что я скопил, я должен раздать тем, кто над этим не трудился, и нищим следовать теперь за Иисусом. Только так я могу, что ли, войти в жизнь вечную? Мы понимаем, что Иисус не говорил каждому, кто хотел идти за мной, продай все, имеешь и следуй. О чем здесь говорит Иисус? Смотрите, мы видим, что Иисус показывает, словно какой-то вот этот новый взгляд на жизнь, новый взгляд на мир. это словно, вы знаете, он говорит о неком изменении внутри, изменении нашего отношения. То есть очень интересно, смотрите, метаноия – это не изменение поведения человека. Делал плохо, сейчас делает хорошо. Был там, не посещал родителей, сейчас там посещают родители. Нет, метаноия – это словно некая внутренняя трансформация, некий новый взгляд, когда ты ко всему в этой жизни, в том числе к богатствам, к знатности, к накоплению сокровищ, ты начинаешь словно относиться по-новому. Это жизнь с новой парадигмой, с новыми взглядами на мир, с новыми ценностями, с новыми ценностями. И вот этот сам процесс, процесс покаяния должен происходить в нашей жизни не разово, не только тогда, когда мы вот только приходим в церковь. В этом есть большая опасность. Вот даже некоторые спрашивают, пастор, а вот почему мы теперь не каждое собрание призываем людей, чтобы они вот вышли и сказали молитву грешника? Что это, плохо, что ли? Вы знаете, в этом есть свои плюсы и в этом есть свои минусы. Потому что, когда человек приходит первый раз в церковь, и его в конце призывают, он как бы делает некий шаг, и в этом, конечно же, есть плюс. Но в этом одновременно, я заметил за годы своей христианской жизни, есть определенная опасность. Люди выходят сюда вперед, повторяют молитву за пастором, в конце им дарят новые заветы, после собрания с ними общаются, поздравляют, вы рождены свыше, вы дети Божьи, вы теперь христиане, слава Господу, рады вас видеть в нашей церкви. И такое ощущение, что вот эта великая вещь покаяния, преобразования, все в твоей жизни, это уже произошло. Ты теперь Дитя Божье, ты теперь новое творение, ты теперь часть церкви, Бог теперь твой Небесный Отец будет тебе помогать. И люди имеют вот это ощущение, я верующий теперь, я Дитя Божье, а в них внутри-то вот этот процесс, он прямо скажем еще преобразование, недалеко зашел. И люди со своими амбициями, со своими какими-то целями, с последним желанием построить карьеру, приходят в церковь, им объявляют, что они родились свыше, стали христианами и являются Детьми Божьими, потому что в конце одного собрания они вышли вперед, они радостные, продолжают жить своей старой жизнью, Бог их Небесный Отец, вся их жизненная программа осталась прежней, заработать побольше денег, сделать карьеру и все-все прочее, но плюс ко всему, у них теперь прибавляется такой удивительный помощник, как Небесный Отец, к которому они теперь могут в молитве обращаться, чтобы все то, что у них было в их жизненных планах, Он теперь еще помог им сделать лучше, больше, выше и сильнее. Вот как здорово, как все произошло. И христианский мир наполнен амбициозными людьми, которые часто проклинают друг друга, и каждый уверен, что Бог-то на чьей стороне? На Его стороне. Он правильно думает, а этот неправильно думает. Есть много разных плотских разборок, не только между христианами, между христианскими служителями, которые часто вот оперируют именами Божьими, гнев Божий призывают на головы, на головы друг друга. И часто неверующие смотрят на христиан, и они не понимают, а в чем такая великая разница, кроме того, что христианство дало вот этим людям какие-то вот, еще их усилило гордость, усилило их какую-то амбициозность. Теперь вот мы дети Божьи, и тем более выше, чем все вы. И вот эта вера, вместо того, чтобы преобразовать человека, она усиливает его эгоизм, карьеризм, амбиции. Все это усилит. А что? Он покаялся, он родился свыше, он теперь Дитя Божье. Конечно, не все еще в жизни. Хорошо, но, по крайней мере, слава Богу, теперь все. Он уже все там в книге жизни записан, с Богом у него все теперь налажено. Можешь теперь не переживать ни о чем. Жить нормально и жить спокойно. Так вот, драгоценное само понимание метанои, да, потому что, вот сейчас, знаете, вот люди занимаются порой второстепенными вопросами. А вот как нам лучше там в домашних группах, а вот в церкви, а вот как-то. И мы все хотим как-то вот, вот как бы вот преобразовать нас так, чтобы вот как-то вот, как-то здорово нам было. И вспоминается невольно басня Крылова. А вы, друзья, как к ней садитесь, все, музыканты, не годитесь. Потому что христианство, это не то, что там переформатирование общества. Это прежде всего трансформация каждого человека в отдельности. Как происходит эта трансформация? А вот это как раз происходит через мета-ною. Изменение, полное изменение нашего, нашего мышления. И это очень часто проявляется, проявляется на практике. Поменяется ли твое мышление, вот ценности, жизненный подход. Вот как, например, вот у нас часто бывает в жизни, вот даже могу сказать, на примере нашей семьи, когда рождается ребенок. И вы знаете, что у меня супруга, сколько лет уже занимается вокалом, музыкой, оперой, классической музыкой. И, конечно же, ты думаешь о каких-то планах, ты думаешь о развитии своей творческой карьеры, о песнях, прочее, прочее. И вдруг неожиданный подарок от Господа ребенок. Па-ба-бам-ба-бам. И ты понимаешь, в твоей жизни происходит что-то, что меняет ее полностью. Конечно же, часто это совершенно не меняет человека. Как сказал один известный музыкант, говорит, мой главный вклад в воспитание моих детей выражался в том, что я в это воспитание не вмешивался. Поэтому заметьте, большинство, конечно, есть исключения, но большинство успешных творческих людей имеют большие, огромные проблемы в семейной жизни. Но как-то вот это не сочетается. Почему? Да потому что семейная жизнь, не только воспитание ребенка, не только рождение ребенка, но рождение ребенка в большой степени, да? Но все, оно требует некой трансформации, некой твоей трансформации. А мы это не хотим, да? Мы понимаем, что дети от Бога. Это не какая-то случайность. Бог дарует детей, да? Дети приходят, и вот ребенок от Бога. И ты понимаешь, что никто никогда не будет заниматься с твоим ребенком так, как ты можешь с ним заниматься. Никто никогда не будет в него так вкладываться, как ты мог бы вкладываться. и одновременно ты понимаешь, что если ты будешь вкладываться, если ты будешь в это давать то, что ты считаешь необходимо дать ребенку, то на огромное количество лет, ну, лет на 10 точно, а может быть и больше, в больших планах лет на 15-18, в некоторых случаях 20, твоя жизнь, она не пойдет так, как ты там запланировал. Правильно? И тут у тебя наступает выбор, потому что ты так часто себе запланировал. Вот у меня должно быть так, 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 так. И тут этот ребенок, и это требует метаногии, трансформации твоего сознания. Когда ты вдруг понимаешь, что Бог что-то делает в твоей жизни, возможно, не так, как ты планировал, и не так, как ты там себе нафантазировал и намечтал, и ты должен жить этим. Причем, знаете, почему важна трансформация? Можно, конечно, сказать, ну вот, родился ребенок, ну что, на ближайшие годы с моей творческой карьеры крест поставлю, придется мне пожертвовать моим творчеством, моей карьерой, чтобы вот этого воспитать. И мамы начинают воспитывать ребенка и они ощущают себя кем? Жертвой. Вот я кладу свою жизнь, жертву, на алтарь моей семьи. И что происходит? Да, они занимаются ребенком, но метаноэ это не случается. У нее старые ценности, ценности карьеры, ценности там планов своих и прочих, прочих и прочих. У нее остались старые, и она как бы остается в этом всем, ну вот как бы жертву. И она живет несчастной жизнью. Дети вырастают, то, что ты в них кладывала, немножко не так все получилось, как ты думала. Ты думал, они вот так, так и так, а они вообще не так все. Ты думаешь, ради кого? Я всем этим пожертвовала? Ради чего? К чему сия трата была? Люди живут несчастной жизнью. И драгоценный вот этот пример, он точно так же связан со всем, понимаете? Да не только семьи, не только рождение ребенка, служение, служение церкви. Они просто, о, я всегда был, хотел быть первым, всегда как-то хотел быть лидером. О, тут я встал в церкви, я могу теперь быть христианским лидером, я могу теперь быть вождем народа Божьего. Эти вожди заползают на сцену. Полон христианский мир этих вождей, которые трезвонят о разных вещах. И часто смотришь на все на это и думаешь, да полным, полно вот этих амбиций. Просто эти амбиции теперь одеты в христианские одежды, тут колорадки, всякие вот такие, какие-то красивые одеяния. А плоть та же самая, почему? А потому что метаноида не произошло, когда словно новый взгляд. Не просто вот ты теперь не куришь, и ты теперь не пьешь. Ты стал верующим человеком, ты не куришь, не пьешь, стараешься говорить правду, не убиваешь никого, поэтому ты теперь можешь не только быть христианином, но быть и служителем церкви. нет. Внутри должно изменение произойти. Полностью всего. Ценности, взгляды на жизнь, на все. Это некое внутреннее потрясение, что выводит тебя на другой уровень осознания жизни. Этого чаще всего не происходит. Поэтому наша христианская двухтысячелетняя история такая, какая она есть. С кучей странных, я бы даже сказал, позорных страниц христианской истории. Когда амбиции человека не пытаются сюда, вот как бы в христианскую жизнь, и что получается? О, получается, что получается. Церкви воюют друг с другом, служители проклинают друг друга, все что-то друг друга доказывают, спорят и прочее, и прочее. и прочее, и прочее. В чем отличие настоящего служения? Вот настоящего, что это служение, где вот есть метаноя, метаноя. Вот яркий пример, вот если мы откроем с вами Евангелие от Марка 6 главу, посмотрите, 30 стих, и собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему учили. Мы, читая Евангелие, видим, что труд Христа был нелегким трудом. Куча людей приходила с проблемами, с болезнями, с вопросами, со сложностями своими. И вот посмотрите, Иисус сказал апостолам, пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих. Так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправились, и многие узнали их, и бежали туда пешие со всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус выйдя, увидел множество народа, и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Вот смотрите, только они собрались отдохнуть, служение, стечение людей, они были люди, и я вам хочу напомнить, что Иисус Христос тоже был Сын Человеческий. Он точно так же уставал, и там, я думаю, и утомление было. И вот от постоянного служения, постоянное служение, они утомились. Когда Иисус им говорит, давайте вот там в тихое место, давайте там тихонько вы сначала, потом я туда, и отдохнем. Люди смотрят, что там Матфея нет, а где у нас Фома, а Яков куда делся, а так мы их там видели, они поплыли, и они ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, и когда Иисус приплыл в это пустынное место, там уже собрание, ждут его, о, Иисус, мы уже тут, давай, да? Когда человек очень-очень устал, и хочет отдохнуть, и вместо отдыха там очередное собрание. Какая карьера, какой успех, тебе хочется на всех закричать, вы что, не соображайте, что я тоже человек, я тоже отдыхать должен, я тоже хочу поговорить, вот просто поговорить со своими учениками, а не с вами выслушивать ваши проблемы бесконечные, похожие у всех в принципе, я тоже хочу, но он так не отреагировал, почему внутри у него было другое отношение, совсем иное, и смотрите, я еще раз прочитаю, Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, вот что должно, что должно быть внутри нас, и когда мы хотим служить, это не стремление сделать карьеру, о, а теперь я сделаю карьеру в религиозной сфере, там, о, успех, а теперь я буду успешен в религиозной, сейчас тема такая классная, да, нет, это некое внутреннее, иное, иное совершенно отношение, вот вы знаете, меня нередко как молодые пастыры спрашивают, Виктор, а вот как ты услышал Божий призыв, вот как ты услышал, что Бог тебя призывает стать пастыром и здесь начать новую церковь, как это было, там, видение, или во время молитвы ты пережил какое-то озарение, там, инсайт какой-то, как вот это все было, да, и мне всегда было очень трудно на эти вопросы отвечать, потому что я не слышал голоса, я не видел видения, не слышал, сын мой, иди, будь пастыром в Екатеринбурге, нет, такого не было, я же хочу, что ты как стал пастыром, я вот когда вспоминал вот этот период, то я помню одно, я не видел таких каких-то видений, не слышал голоса, будь пастыром, но я внутри себя переживал все время такую вещь, я видел как много, как огромное количество несчастных людей в разных сферах жизни, я думаю, господи, как же помочь этим людям, как же помочь, теперь я когда вспоминаю, я вижу, что то мое желание и было важной вещью, которую Бог использовал, чтобы призвать меня, потому что когда ты реализуешь свои амбиции, ты так или иначе будешь разочарован, когда ты стал христианином, чтобы в твоем арсенале оружие для завоевания мира появилось еще духовное оружие, ты всегда будешь разочарован, потому что Бог не будет бегать у тебя на посылках, потому что покаяние это не просто теперь ты в церкви, но продолжаешь жить той же самой старой своей жизнью, со старыми целями и со старыми ценностями, нет, не нужно прийти в церковь, чтобы узнать, что воровать плохо, не нужно прийти в церковь, чтобы узнать, что лгать там плохо, лжесвидетельствовать плохо, убивать плохо, пренебрегать родителями плохо, мы и без этого знаем все, в церковь мы приходим именно для вот эти вещи, метанойя, это внутреннее покаяние, внутреннее преобразование, когда у тебя словно меняется отношение к людям, к жизни, ценности, все меняются, все преобразуются, это внутреннее, совершенно иное, качественное изменение, когда ты действительно после этого снова становишься другим человеком, почему? Другой образ мысли у тебя становится, как же драгоценно вот это все происходит, у апостола Павла во втором послании Коринфянам есть знаменитые слова, вот откроем второе послание Коринфянам, второе послание Коринфянам, седьмую главу, второе послание Коринфянам, седьмая глава, и вот посмотрите с восьмого стиха, апостол Павел говорит, «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь, не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Я хочу вам несколько греческих слов показать, так или иначе связанных с ноя, ум, мысли. Есть слово, которое в греческом звучит так. Орто-ноя. Там, конечно, нет черточки, я специально пишу, чтобы... Орто-ноя. Орто означает прямой, правильный. Когда люди говорят, я ортодокс, значит, я правильно верю. Молодец, да? Одна беда. Есть в Библии такие слова о том, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, а конец их путь к смерти. Мы приходим в этот мир, мы воспитываемся в наших обществах. И у нас куча разных представлений о том, как надо жить, которые формируются в этом мире. Ну и мы как бы считаем, что так и надо, это правильно. Ну почему? Ну все так живут. Ну к этому надо стремиться. А почему? Ну вот к этому большинство стремится. Ну так надо делать. Почему? Ну так, потому что большинство делают, да? И мы уверены, что у нас вот такая орто-ноя. Прямо ты такой правильный, так правильно мыслишь, как все. Да еще как бы ты среди всех как-то молодец еще, стараешься, успешный. И вот у тебя вот есть вот такая орто-ноя, правильное мышление. И вот в нашей жизни часто вот это правильное мышление, правильные взгляды, которые там нам часто внушило общество, семья и прочее, прочее. Вдруг мы видим в нашей жизни, часто это не работает. Или работает, но не так, как мы думаем. У вас было так в жизни, когда какие-то ваши взгляды, какие-то ваши воззрения, в которых были вы уверены, они словно дают трещину, и в том, в чем вы раньше не сомневались, вы начинаете сомневаться. Были такие вещи? Да, у всех были, да? И тут прямо наступает такая вещь, которую мы можем назвать печаль. А как же дальше быть? А что же дальше делать? А как? Я думал, надо так и так и так. Я думал, чем больше я буду успешный, заработаю денег, тем больше я счастливым буду. А мы все хотим быть счастливыми. Но я вижу, что чем больше у меня происходит в жизни, лучше дом, лучше машина, лучше костюм, лучше ботинки, лучшую пищу я кушаю, а счастливее я не становлюсь. Радости у меня не больше. Что же, если я пересяду на эту машину, я счастливее буду? Пересел. Да к счастью не больше. А иногда бывает и меньше. Там кредит новый возник, выплачивать надо. Вообще печаль. И многие вещи, которые нам внушали с детства, и мы их восприняли как ортоною, правильное мышление, так надо жить, к этому надо стремиться, словно это все начинает давать трещину. И происходит, когда это начинает давать трещину, и многое, в чем мы были уверены, мы теперь в этом уже не так уверены, или вообще не уверены. Происходит вещь, которая, опять-таки говоря греческим словом, но я думаю, это слово вам более известное, называется паранойя. Пара, это тоже слово греческое, означает рядом, около. То есть раньше у тебя были такие прям мысли, прям такие четкие, правильные мысли. Ты так знал, знал, как прям Майковский, что такое хорошо и что такое плохо. А теперь трещины. Ты уж не понимаешь, что такое хорошо, что такое плохо, куда надо стремиться, что надо делать. Раньше были правильные мысли, а сейчас уже куда-то все рядом, да около. И человек начинает паранойить. И у него такое состояние, можно назвать печаль, можно назвать печаль, тоска, когда люди вдруг у них словно вышибают из-под ног основание. И они не знают, к чему теперь стремиться. А как к тебе жить? А куда идти? А как быть счастливым? Что такое любовь? Есть ли любовь? Что там? Кто-то говорит, нет, люби. Кто-то говорит, самое главное в жизни это любовь. Я вообще ничего не знаю. И ты ничего не знаешь. Раньше вот эти установки детства, детского садика, школы, института, то, что там у тебя было, они вдруг начинают давать трещину. Начинают постепенно осыпаться. Начинают рушиться. Ты теряешь словно от жизненной ценности, жизненной ценности своей жизни. И начинаешь паранойить. Паника приходит. Я вам хочу сказать, в действительности, паранойя – это хорошая вещь. Мы недаром говорим, что кризисы – это важная хорошая вещь. Можно из кризисов выйти на новую ступень. Но мы знаем, что иногда из кризисов люди выходят совершенно никакими и разбитыми. Как обернуть кризис? То, чтобы из паранойи мы могли прийти, а не может быть метанойи без паранойи. Без разрушения каких-то старых установок, в которых ты был убежден. Нельзя построить новое. Нельзя и старое, и новое. Все в дом себе запихать. Это должно уйти. Это прийти. Паранойя – это и есть разрушение того, что ты думал нормальным, правильным. Но чтобы я, как сказал, не остаться в паранойи, потому что, к сожалению, далеко не все достигают изменения мышления, нового качественного мышления, покаяния. Остаются в паранойи. Почему это происходит? Смотрите. Послание к Ефесиным. Пятая глава. 26 стих. Хочу вам напомнить эти важнейшие слова апостола Павла, где он говорит о церкви, о верующих людях, о невесте Христа, о церкви Божьей. 26 стих. «Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». И мы видим, здесь апостол говорит о чисте в баню водную посредством слова. В Писании вода является символом слова, которое омывает нас, очищает, смывает всякую грязь, вот всякие старые вещи, все, что не угодно Богу. Поэтому не случайно, когда Иоанн Креститель пришел, а ведь у Иоанна было всего одно послание, все его послание, мы можем заключить в это слово «покаяние». Иоанн пришел, и о чем мы говорим? «Покайтесь». Все его служение было посвящено метаноие, изменению, изменению. И он это недаром совершал где? На Иордане. Он крестил людей, то есть погружал людей в воду. Это символ, что в состоянии трудности, в состоянии кризиса, в состоянии, когда старые ответы нас уже не устраивают, а вопросы остаются, а новых ответов мы не знаем, мы не видим. В этом драгоценной и есть цель духовной жизни. Не чтобы ты был христианином, который знает много стихов из Библии наизусть, не просто, чтобы ты сказал, а я уже за последние 10 лет, 10 раз целиком Библию прочитал, каждый год по плану, а ты сколько прочитал за последние годы по плану? Меньше 10, и ты уже чувствуешь себя каким-то великим, ты уже возвышаешься. Драгоценная цель Слова Божьего, цель Священного Писания, да и молитвы, когда мы так же молимся вместе со Словом Божьим, со Священным Писанием, это чтобы вот в эти трудные времена, чтобы наш разум преобразовывался Священным Писанием, преобразовывался Словом Божьим. Не случайно на последних собраниях мы постоянно говорим, вникаясь в себя и в учение, мы снова и снова повторяем эти слова апостола Павла, вникай в себя и в учение, потому что в этом суть нашей духовной жизни, в этом суть чтения Писания, в этом суть молитвы, суть молитвы, вникай, 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 не пытайся Богу навязать то, что ты думаешь правильным, не пытайся доораться, чтобы Он среди многих миллион молитв тебя услышал и твои нужды услышал, а преобразуйся, преобразуйся обновлением ума, священным Писанием. Это вода и есть. Поэтому драгоценный можно быть крещенным, но совершенно неизмененным. Поэтому это есть некий внешний образ, как мы погружаемся в воду, как Иоанн крестил, и люди погружаются целиком, как могила, то, что писал апостол Павел в послании к Ильину, словно ты умираешь. Вот это для старой жизни, для старых ценностей. Ты жил для себя, ты стремился к своим эгоистическим планам, и ты пришел в церковь, и ты продолжаешь жить для себя, и ты продолжаешь своим планом стремиться, но только теперь духовные силы тебе помогают, ангелы на твоей стороне, небесный Отец тебе помогают. Нет, у тебя словно происходит полное изменение, потрясение, когда ты разбит. Не случайно в Священном Писании мы видим образы, да, у того же Иова, когда они были вот в этих кризисных состояниях, когда жизнь разваливается, все разваливается, они как сидели? Они в пепле сидели, они посыпали свою голову пеплом. О чем это говорит? Это не просто такой красивый театральный жест. Принесите мне пепло, плохо что-то. Люди сидели, они показывали все, на что я надеялся, все, что я думал, мои какие-то понимания в жизни, все это прахом, словно обернулось. Вот это вот моя артанойя, вот эти мои правильные какие-то понимания, уверенность, взгляды, логические построения, то, что было у Иова раньше, словно все рассыпалось. Представления о Боге рассыпались, о жизни рассыпались, о праведности рассыпались, о молитве рассыпались. Что делать теперь? Жена ему говорит, ну похули Бога, не умри, что теперь делать-то? Все, у тебя ничего не осталось теперь. Он сидел вот в этом прахе и посыпал, и точно так же в нашей жизни порой наступают моменты, и это не только, когда мы приходим в церковь, это и в нашей христианской жизни, потому что можно прийти в церковь, выйти, сказать молитву покаяния, но продолжать жить вот с этими своими, как ты считаешь, правильными убеждениями, правильными взглядами, пока однажды вдруг, буф, что-то происходит, все рассыпаться начинает, и ты в недоумении. Наступает вот это состояние паранойи, кризиса, печали. Так вот, драгоценные, как говорит апостол Павел, печаль мирская, когда ты просто, знаешь, остаешься со своим эго, просто теперь ты, бедный, несчастный, да пожалейте ж меня, да помогите ж мне, да обратите ж на меня внимание. Вот такая печаль, печаль мирская, печаль эгоистичная, ничего хорошего не производит. Об этом говорит Павел. То, что, говорит, печаль мирская, ничего хорошего не производит. А печаль ради Бога, да, то, о чем я говорил сейчас, когда мы в этом состоянии, не пробуем вызвать сожаления. А мы начинаем словно понимать, если что-то развалилось, если что-то в наших взглядах не вытерпело испытания с жизнью, и слава Богу, значит, это было не совсем так. А может быть, это было совсем не так. И оно начинает все разваливаться. И ты оказываешься вновь в состоянии поиска. Вот эта огромная проблема, когда большое количество христиан уже ничего не ищут. Нашел Иисуса Христа, нашел лучшую церковь, слава Господу, все теперь нашел. Сейчас вот сохранить, не уйти в мир, умереть верующим, и все. Это главная цель моей жизни. Как-то вот не поддаться теперь. Они уже ничего не ищут. Они уже все нашли. Уже богат, разбогател, и ни в чем не имеешь нужды. А Бог что говорит в такой церкви, которая богата, разбогатела, ортодоксия, ортонолья, ни в чем нет нужды. Самое лучшее. Ты несчастен. Да, покайся. Тебе нужно что? Покаяние. Это не то, что знаешь, прости, прости, прости. И по-старому. Извини, извини, извини. И за то же самое взяться. Покаяние. Тебе нужно что-то тут поменять. Иначе поглядеть на все. На себя. На другую жизнь. Бог специально в нашей жизни эти кризисы, говоря словами апостола Павла, эти печали до нас допускает случайно. Потому что печаль ради Бога, производит покаяние. Не то, что, ой, Боже, помоги, помоги, каюсь, прости, что я так сделал. Покаяние. Ты начинаешь меняться. Мышление начинает меняться. Поэтому Павел и говорит, печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А печаль мирская производит смерть. Если ты так ничего не понял, все твои вот эти взгляды остаются. Эгоизм, амбициозность. Ты просто не можешь понять, почему со мной такое стряслось. Да как такое Господь допустил? Да что ж ангелы-то проспали? Да что ж Дух Святой не следил за мной? И ты прям такой праведный, а все вокруг неправильные. И ты уже на всех обижен, на верующих обижен, на церковь обижен. На Бога, конечно, глупо обижаться, но и на Него ты обижен. И вот эта мирская печаль в эгоизме производит к смерти. Никуда ты не поднимешься. Но печаль ради Бога, когда есть вот это Слово Божье, вода, покаяние, рожденное в воде, в погружении, когда вот эта вода начинает работать с тобой, вода твоей духовной жизни, писания, молитвенной жизни, по Слову Божьему связанная, внутри все меняться начинает. Внутри начинает все преобразовываться. И ты оттуда выходишь другим человеком с новыми мыслями, с новыми взглядами, принципиально часто новыми, другими. И это происходит в течение всей нашей христианской жизни. Потому что Бог заинтересован в нашем росте, в нашем развитии. Потому что еще есть очень много, что мы думаем, что это все нормально. А Бог говорит, да ничего, это не нормально. Это все тебе кажется. Вы знаете, в 20 веке в Америке был очень известный альпинист. Его звали Джефф Лоу. Я специально нашел его фотографии, хочу вам сегодня показать. Джефф Лоу совершил более тысячи подъемов. Причем не просто подъемов, а первопроходов. То есть он делал то в альпинизме, в скалолазании, чего до него еще никто никогда не делал. Он сделал много таких первопроходов, причем в разных точках земного шара. Но самый знаменитый первопроход он совершил зимой 1991 года. Год, когда мы только начали нашу церковь. Он совершил самое знаменитое. Он за 9 дней прошел по северной стене, которую называли в то время стена смерти. по северной стене горы Эйгера, которая находится в Швейцарии. Можно там как раз фотография показать. Вот фотографии, видите, он над пропастью летит. Еще гору покажите. Вот красной линией обозначена вот эта гора. И он под ней поднялся в одиночку. И не только в одиночку он поднялся, а без использования шлямбуров. Это такие крюки, которые вбиваются вот в эту горную породу, на которых прикрепляется страховка. Так вот без этих крюков в одиночку он совершил подъем. Многие в то время считали это безумием. Считали, что Джефф Лоу идет на самоубийство. Интересно, что вот это, наверное, самое знаменитое свое восхождение он совершил в период самого большого своего кризиса. У него разваливалась полностью семья. А у него до этого родилась дочка Соня. И он чувствовал, что он не является тем отцом, которым он должен быть. Его бизнес обанкротился. Компания, которую он начал со своей семьей, финансово обанкротилась. Он участвовал в разных соревнованиях по скалолазанию, но ничего, кроме долгов, это ему не принесло. И вот в своих воспоминаниях Джефф Лоу рассказывал, что когда он поднимался по этой так называемой стене смерти, его весь путь сопровождал образ его дочки. Дочку звали Соня. И он думал об одном, что он должен подняться и вернуться другим человеком. Он говорит, я хочу вернуться хорошим папой. Это была его главная мысль. И не случайно он назвал этот подъем, и вот с того времени этот подъем вообще в истории альпинизма называется метаноия. Он назвал его этим словом. «Преобразование мышления». В течение 25 лет после этого никто не мог повторить это. И только буквально не так давно трое альпинистов совершили, не в одиночку уже, а троем они совершили это восхождение, и то, говоря, что они не совсем так, как он это сделал, это совершили. И вот в начале 2000-х годов у Джеффа Лоу начались проблемы с координацией. И врачи ему поставили диагноз неизвестный нейродегенеративный процесс. В итоге он оказался прикованным к инвалидной коляске. И вот в прошлом году, в августе, он умер. Я на прошлой неделе, как-то мне в руки попал его дневник. Я читал его воспоминания. И я вот вам хочу прочитать его высказывание, которое он написал незадолго перед смертью. Вот как раз видите, он уже в последние годы своей жизни передвигался на инвалидном кресле. Вот рядом с ним стоит его дочка, Соня, и на руках у нее внучка. И вот Джефф Лоу писал. В течение последних двух десятилетий я привык к потере равновесия, к потере координации и потере чувства прикосновения. Все мое тело сводило спазмами с жуткими болями. Желудочно-кишечный тракт просто выключался. Каждый день по нескольку часов уходило на избавление от мокроты и жидкости в легких. Ослабленные и атрофированные мышцы, диафрагмы вызывали агонию при попытке общаться. Невозможно мне было общаться даже со своей внучкой. Я хотел подержать ее на руках, но мог только поцеловать ее немного. В восхождении на метаною, метаною на эгере я познал свою истинную сущность на самом глубинном уровне. Я понял, кто я есть. Вы знаете, вот это и есть метаноя. Это некое внутреннее, глубинное преобразование. Ты можешь даже не говорить, Господи, прости, Господи, помилуй. Но ты внутри, словно, вот его милостью и благодатью потрясен, и глубину внутри ты меняешься. Я продолжаю читать то, что Джефф Лоу написал. Если бы я мог вернуться назад, я бы сделал все лучше. Я стал бы гораздо лучшим отцом, чем был тогда, был рядом с Соней и смотрел, как она растет. Я видел свой путь тогда сквозь суматуху жизни, так же, как вижу его сквозь ежедневные тяготы сейчас. В такие моменты я понимал, что вся моя жизнь на самом деле это познание нового. И вот вы знаете, в своих воспоминаниях он часто вспоминал вот именно это восхождение на эту гору, восхождение, которое он назвал метаноя, когда он шел один, без этих крюков, когда все это считали безумием, самоубийством. Но он говорит, вот это я пережил такой кризис, такое потрясение, что я вернулся другим человеком, другим отцом вернулся, другим другом для своих товарищей, другим человеком. И вот вы знаете, я когда думаю вот об этом восхождении, я вижу, что вот это и есть настоящая метаноя. Метаноя, которая происходит неизбежно в какие-то тяжелые, кризисные периоды вашей жизни. Ну, не думайте, что Бог как-то забыл или не досмотрел все, что происходит в нашей жизни, так или иначе допущено им. Если мы верим, что наш Бог это не еще один божок, есть там Перун, Зевс, Юпитер, Кришна, Шива, Иисус наш рядом. Но если мы верим в единого Бога, если мы верим в монотеизм, один Бог, Вседержитель, Вездесущий, Всемогущий, Который все держит в своей руке, без воли которого у нас ни один волос упасть не может. Почему же такое произошло в моей жизни? Когда мы начинаем словно, знаете, отдаваться в Его, в Его руки, когда мы понимаем, что ничто в нашей жизни не происходит случайно или по Божьему недосмотру. И если мы не понимаем, значит, у нас возможно то, что нам кажется правильным, кажется там верным, оно терпит трещину. Как, например, у нас сколько глупых мыслей было с Дианой, пока у нас в семье не случился первый кризис, и мы не потеряли нашего первого ребенка. Какое-то было глубинное потрясение. Это не просто была потеря, это во многом было переосмысление вообще жизни, служение Богу. Многие-многие вещи пересмотрели. И, конечно же, вот это состояние паранойи, страха, непонимания, оно есть. Но, послушайте, вот великая благодать в том, что если мы продолжаем вот в этих кризисах держаться за Бога, мы продолжаем читать Его Слово. И если нам кажется, что наша жизнь противоречит Божьему Слову, то на самом деле значит, мы просто Божье Слово не совсем правильно поняли, не совсем правильно восприняли в нашей жизни. И мы продолжаем искать Его, искать Его лица. И именно вот в этих состояниях, да, вот в этом печали, в этом кризисе, если это, конечно же, печаль, говоря словами апостола Павла, печаль ради Бога, да, а не мирская такая, ой, почему со мной все хорошо, у меня плохо. Вот когда есть это по Богу, тогда происходит настолько глубинные потрясения и изменения, что можно назвать родился свыше, родился снова, словно ты уже тот же и одновременно не тот же. Ты другой, новое творение. Я абсолютно убежден, что вот это вот понимание нового творения, понимание покаяния, рождение свыше, это не какой-то единичный процесс в начале нашей христианской жизни. Это то, что происходит у нас периодически в жизни, когда мы словно перерождаемся, когда мы словно обновляемся. И вот это изменение, покаяние происходит у нас. Не просто нам когда-то было 20 или 30 лет назад, сегодня преобразование происходит. И ты обновляешься и обновляешься. и обновляешься другим человеком. И все больше у тебя вот этих мирских плотских мыслей, и все меньше мирских плотских мыслей, и все больше ты соединен с умом Иисуса Христа. Это и есть настоящее покаяние, это и есть настоящее метаноя. Все остальное это просто религиозные игры. Господи, прости, Божий там не наказывай. Когда мы начинаем с Богом, как злым дядька из дубины, которому надо умолить, упросить, разжалобить, раскаяться, все, больше никогда не буду. Нет, это вот настоящее внутреннее изменение, настоящее внутреннее преобразование. И Бог призывает, чтобы мы жили такой жизнью. И в конце я хочу прочитать знаменитые слова нашего Господа Иисуса Христа, но я думаю, что теперь вы как-то их сможете услышать по-новому в свете того, о чем мы сегодня с вами говорили. В Евангелии от Луки, 15-я голова, 7-й стих Иисус говорит, «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Это одно из самых величайших проклятий. Ощущать себя вот таким праведником, не имеющим нужды в покаянии. Все. Достиг, разбогател, понял, осознал. Когда ты в течение всей своей христианской жизни видишь, а ведь грех в Писании, в Новом Завете, вы же понимаете, это же не просто действие. Иисус всю Нагорную проповедь показывает, что грех с мысли начинается. Иисус, помните, говорил, «Ничто входит в тело, оскверняет человека». Ничто входит в уста, а что? Что выходит из уст, потому что изнутри выходит. Не смотри на женщину, сказано, кто, помните, а я говорю вам, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует сердце. А я говорю вам, гневаешь она брата своего, уже убийца. То есть все начинается откуда? С нашего опять мышления, с наших мыслей. вот здесь все происходит. Даже если у тебя нет в жизни возможности это реализовать, оно же внутри живет. Живет. поэтому мне так нравится, как один богослов Спрау написал в свое время очень резкие слова. Я помню, когда я их вначале прочитал, как-то мне аж холодок пробил. Он написал однажды, говорит, мы, порой намного больше похожи на Адольфа Гитлера, чем на Иисуса Христа. Ты думаешь, как так? Нет, пастор, да порой Адольф Гитлер от нас отличается, знаете, чем? У него была часто возможность реализовать то, что в нас есть, но возможности нет. А в нас это живет. Ненависть, злобность, мстительность. Вот мы живем, ну, как-то вот нет. Как сказала нам как-то с Дианой одна знакомая, на вас даже обижаться неинтересно, на вас обижаешься, обижаешься, а вы не замечаете. Вот как вы понимаете, вот часто у нас есть вот это все, но не замечают люди. Вот у Гитлера заметили, вот разница в том, была возможность, он так реализовал благодаря власти, которую получил. У нас нет такой власти, поэтому как бы то, что мы делаем, оно как-то, знаете, буря в стакане воды, но он бурлит сильно. так вот, Бог работает вот с этим стаканом воды, с нашим мышлением, он работает, работает. Через что? Да через кризисы, когда вот все твои орта попадают в кризис. и начинается пара. А дальше, что ты будешь делать, зависит от тебя. Как ты выйдешь из этого состояния, из этой печали? С Богом или по-мирски? По-мирски к смерти, с Богом к покаянию, к метанои, ко спасению и к жизни. И все это скажут. Давайте закроем глаза и склоним свои головы. Вы знаете, я очень хочу, чтобы сегодняшняя проповедь была не каким-то богословием, не теологическим разбором греческих слов, чтобы каждый из нас мог соотнести свою жизнь с тем, о чем мы сегодня говорили. Как в твоей жизни. и если, а я знаю, здесь есть люди, у которых какие-то ваши жизненные установки рушатся, то, что вам казалось правильным, рушится, то, в чем вас воспитали, это рушится. и страшно, страшно, потому что старое разрушилось, а нового у тебя нет. Вопрос остался, а ответа нет. Новый, нового нет, старый уже не устраивает. Как быть-то дальше? И вот в этой состоянии неизвестности неизвестности мы начинаем, нас хандрит, мы паранойем, нас трясет, мы боимся. Слава Богу за это состояние, Бог тебя к этому привел. Иначе эту орту, эту, что вбита в твоих мозгах, ничем бы не вычислить из тебя было бы. Нет, Бог тебя к этому привел. Даже не сомневайся, даже не сомневайся. А вот что ты предпримешь в этом состоянии? Либо ты еще углубишься в Писание, либо ты еще будешь искать настоящую молитву, если старые молитвы тебя уже не устраивают, скучны, не работают. А мы должны непрестанно молиться, а может быть молитва не совсем то, что ты думал? Может быть пост не совсем то, что ты думал? Может быть духовная жизнь это не совсем то, что ты думал? Не бойся этих крушений, пускай они летят как листья, пускай. Они расчищают место для нового, если ты, конечно, будешь это строить. с Божьей помощью, потому что настоящая вера это новое творение, ты словно новый человек, вроде тот же самый, зовут так же, и фамилия та же, а внутри ты уже другой, почему? Мозги другие, мысли другие, взгляды на жизнь другие становятся. И чтобы это было ко спасению, это должно формироваться не эгоизмом и тоской, и самооплакиванием, и саможалостью, а словом Божьим, молитвой, настоящей духовной жизнью, честной духовной жизнью. Господь всемогущий, я благодарю Тебя за Твое Слово, я верю, что в Твоем Слове жизнь, научи нас, Господь, читать и видеть Твое Слово, научи нас не делать из Твоего Слова букву, которая убивает, не превращать Твое Слово в закон, но увидеть в Нем благодать, увидеть в Твоем Слове дух жизни, Господь, благослови Иисус во имя Твое Святое, благослови каждого моего брата, благослови каждую мою сестру, которая в трудностях, которая в кризисе, Господь, благослови Боже тех, которые можно параноид сейчас, нервничать, бояться, я молю мой Бог, чтобы в этом состоянии они взыскали Тебя, они взыскали Тебя, как еще никогда, когда старые ответы не работают, Боже, время взыскать нового, Ты творишь все новое, Господь, время углубляться в себя и в Писание, время, Боже, призывать Твое Святое имя и славить Тебя, время, Господь, поклоняться в духе в духе и в истине, а не в плоте и в религии. Благослови, Господь, коснись, коснись, чтобы наша жизнь, наш духовный путь, это было действительно ступени выше и выше, и каждая новая ступень, новый кризис, новый вызов, новое сокрушение, новое разрушение иллюзий, но это также и новые возможности, новые откровения, преобразования, свобода, потому что там, где Дух Господен, там свобода. Освобождай нас, Господь, освобождай Бог, освобождай наше мышление к истинному покаянию, к истинному переосмыслению, росту, движению вперед. Аллелуи, Господь! Я молю, мой Бог, чтобы мы никогда не сомневались в Твоей любви, Ты с нами и Ты любишь нас. Как бы ни было тяжело, как бы ни было плохо, Ты с нами и Ты любишь нас. Ты держишь весь мир в своей руке, и даже когда нам кажется, что что-то идет не так, мы должны помнить, помнить о том, что любящим Тебя все содействует ко благу. Если мы продолжаем держаться, продолжаем стремиться, Господь, продолжаем вслушиваться в Слово Твое. Пускай, Боже, Слово, как баня возрождения, как чистая вода, без которой невозможно крещение, крещение, покаяние, очищение, освежение. Пускай, Боже, Твоя живая вода омывает нас, смывает Господь всякие ереси, заблуждения, все, что там мы надумали, всякую мирскую мудрость. Открывая нам, Боже, Тебя, великого, всемогущего, чудного, дивного. Слава Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! И я молю, мой Бог, чтобы в трудные периоды у нас внутри рождалось настоящее покаяние, не внешнее, не формальное, внутреннее, глубинное, Господь, новый, божественный взгляд на жизнь, на мир вокруг. Благослови! Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя, Иисус! Касайся! Касайся кому, того, кому трудно, тяжело, пускай прямо сейчас, те, кто находится в тяжелых ситуациях, ощутят Твою любовь, ощутят то, что Ты рядом. Аллилуйя! слава Тебе, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Ты с ними, Господь! Ты с каждым из нас во все дни до скончания века. и Ты любишь нас. Ты, Господь наш, есть любовь. Пускай Твоя любовь сейчас наполнит нас, ведь без Твоей любви невозможно преобразование. Твоя любовь ведет нас дальше. Твоя любовь изменяет нас. Твоя милость преобразует нас. Наполни нас Твоей любовью, Господь. Спасибо Тебе, Иисус! Слава Тебе! Редактор субь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok